МИНИФУТБОЛУ Он был нашим другом, соратником в наших делах. В нашей команде «Факел» он был с самого начала. Неоднократно признавался лучшим защитником нашей команды на турнирах республиканских, наших турнирах, вуктыльских. И очень жалко, что Михаила нету с нами вот уже четвертый год. Участников турнира поприветствовал Виталий Олесик, заместитель начальника вуктыльского ГПУ общества «Газпромдобыча Краснодар». Он пожелал хорошей и интересной игры командам ПТБ «Искрак» город Санкт-Петербург, ЛПУМТ «Общество «Газпромдобыча Краснодар» города Печора, вуктыльского ЛПУМГ «Общество «Газпромтрансгаз Ухта» города Вуктыла, ВГПУ и сборной команде города Вуктыла. С самой первой игры соперники начали присматриваться друг к другу, искать слабые места в защите, упорно двигаясь навстречу к победе. Команда «Искра» из города Санкт-Петербург заявил о своем желании победить еще на торжественном открытии турнира. Их настрой подтвердил руководитель команды. Команды города Вуктыла пытаются с нами играть, ну, по-моему, знаете, на таком хорошем, хорошем, таком любительском уровне. Вот, поэтому мы хотим поблагодарить эти команды, с которой мы уже сыграли, и надеемся, ребят, которые в финале с нами будут играть сейчас, потому что игра как бы решающая. То есть, понимаете, им нужно победить, и нам нужно победить. Вот, и мы все сделаем, чтобы КС в финале не было. Однако финальная игра между командами ВГПУ «Искра» прошла совсем по-другому сценарию. Буквально в первые минуты первого тайма наши получили гол. Первый тайм завершился со счетом 2-3 в пользу питерской команды. Во втором тайме страсти кипели нешуточные. Было много острых моментов и интересных комбинаций. Но футболисты команды ВГПУ показали высокий класс игры и выиграли со счетом 6-4. Если честно, была очень интересная игра. С Питером уже встречаемся не первый раз. И достойный соперник. Нам больше в этот раз повезло, чем им. И во втором тайме мы добились комфортного преимущества и закончили матч победы. Все было очень хорошо соперникам. Большое спасибо, что приезжают. Организаторам очень теплые слова, хотим сказать, за это. Каждый год турнир проводят. Надеемся, что будут приезжать еще к нам команды. Подводя итоги, Макар Макаренко, начальник ВГПУ «Общества Газпромдобыча Краснодар», поблагодарил игроков и семью Михаила Царапкина за активное участие в турнире. Желаю, чтобы в следующем году наш турнир был еще более зрелищным и интересным. Мастерства у всех хватает. Мы приглашаем и будем приглашать еще новые команды. Поэтому я вас всех поздравляю. Всем большое спасибо. Всем крепкого здоровья. Занимайтесь футболом. Ждем в следующем году. Наталья, супруга Михаила Царапкина, в свою очередь поблагодарила организаторов турнира, игроков, болельщиков и всех, кто сохранил светлую память о ее муже Михаиле. Дипломами за участие в турнире были награждены команды ЛПУМТ «Город Печора» и сборная «Города Вуктыла». По итогам двухдневного турнира бронзовым призером стала команда ПТБ «Искра» «Город Санкт-Петербург». Серебро у команды ВГПУ, а победителем и обладателем золотых медалей стала команда «Вуктыльского ЛПУМГ». Лучшим вратарем турнира стал Владимир Харченко в ЛПУМГ, лучшим защитником Евгений Филиппов в ЛПУМГ. Звание лучшей нападающей присвоено Павлу Каневу в ГПУ. Лучшим бомбардиром признан Михаил Нефедов в ПТБ «Искра», а лучшим игроком турнира Михаил Родин в ПТБ «Искра». По мнению организаторов турнира, в этих соревнованиях участвовали сильные команды, но географию игроков нужно расширять, чтобы популяризировать в нашем городе такой вид спорта, как футбол. Что нужно сказать? Команды, которые мы приглашаем, мы приглашаем ежегодно уже в Санкт-Петербург, нам приезжают уже трижды. В этом году мы пригласили с города Печоры, наш Лампунте, это с «Газпрома добычи консерадар» наш филиал. Сборная города, что можно говорить? КС наш постоянный чемпион, в ГПУ принимает всегда участие. Вообще мы очень рады, что к нам приезжает такая команда, как «Искра» из Санкт-Петербурга, потому что редко встречаемся вообще на футболе. Для нас, для ветеранов, мы как бы все знали Михаила Царапкина и с ним долгие годы играли. Для нас это очень важно для того, чтобы встречаться как-то, ну и популяризировать здесь вообще футбол. По окончанию награждения и получения заслуженных наград – общее фото на память.